Женщины, извините сейчас, я прошу меня простить. Женщины, милые, я вас люблю, вернее, любил. Нехорошо смеяться над возрастом. Перед тем, как сказать сегодняшний тост, дорогие гости, мужики, мужики, я хочу, чтобы все встали. Ну, потому что тост будет за прекрасный пол, как говорится, за друзей человека. Мужики, посмотрите, какие красавицы, да? Куда, кстати, моя мымра делась? На кухне закус готовят, вот так всегда, только захочу о ней что-то сказать, ее нет. Редкая расхлебайка, редкая, как я столько лет с ней живу. Впрочем, не время ссориться, тост за наших любимых, то есть и за мою в какой-то степени. В общем, за тех, без кого мы никак, да, мужики? Готовят они нам, стирают, успевают детей рожать, проворные вы наши. Интересно, эта тормозня принесет закус когда-нибудь или нет? Эй, ты там на кухне, гантели моей жизни. Народ уже скисает от моего тоста. Чего еще сказать? Хороший, красивый, умный, говорил, старательный. О, правильно. По своей знает. Целыми днями старается что-нибудь вкусненькое приготовить. Не получается, все равно старает. А еще кто-то ее надоумил, здоровую пищу готовил. Ой, у нее и не здорово это не очень получалось. Третьего дня кабачки затушила. Мужики, два дня есть не хотел потом. Она говорит, видишь, сытные какие. А потому что не просто кабачки, а по рецепту недавно умершей гималайской бабушки Фроси. Которая, судя по всему, от этих кабачков и умерла. Вы кусочки гипсокартона пробовали когда-нибудь, залитые тринитротолуолом? Вы не смеетесь, она как раз сейчас для вас их готовит. Да, да, вы готовьтесь, фистал у всех есть. Доставайте, ведь еще десерт подаст. Не просто, а по рецепту кошерного раввина. Который настолько свят, что каждое утро делает себе обрезание. Ладно, что еще хорошего вас дамы сказать? Красивый, умный говорил, стройные, стройные. О, как булочки все сидят. Дорогие вы наши. Не просто дорогие. Знаете, вы очень дорогие. Вот я по своей знаю. Моя очень дорогая, очень. С каждым годом мне дороже и дороже. За последний год в три раза подорожала. Вот как на духу говорю. Из-за ее последнего косметического салона моя фирма перестала платить налоги. Скажите, мужики, вот я не понимаю, зачем за такие деньги надо выщипывать себе брови, что потом на этом же месте их красить. А этот массаж бамбуковыми палками по меридианам жизненно важных органов, по цене военного бюджета Никарагуа. 120 минут по меридианам, лыжными палками. У нас в деревне таким массажем поросят забивали. А моя ничего, вот, жива, скворчит на кухне, гипсокартон тушит. Размягчает до состояния фанеры. Какие же вы бабы живучие? Кто вас назвал слабым полом? Как можно называть слабым пол, который отнимает столько сил? Ну, мы вас любим, любим, потому что вы, вы наши, вы наши половинки. Моя даже не половинка, моя две трети. А если по весу, вообще три четверти. Тридцать лет, я ей говорю, займись спортом. Хотя бы по утрам ласточку делай на балконе. Все представляют это, да. Зря предложил, зря. Лет пять назад она ее сделала, ласточку на балконе. Не дай вам бог эту ласточку когда-нибудь увидеть. Кукушка напротив балкона на пол куку онемела. Стриж засмотрелся на эту ласточку, в стекло врезался. Потому что он ни разу не видел раньше пингвина, который делает ласточку. Такой с ласточкой вампиров пугать. Если бы Дракула мою во время зарядки увидел, мужики, он бы донором стал. Короче, за вас, бабы, за загадку природы. За что мы вас любим? Наверное, за то, что без вас жизнь скукотищей была. Мне без моей скучно было. Потому что заставить мою замолчать, это все равно, что фиги воробьям показывать. Это с самого раннего утра. Жу-жу-жу. Жу-жу-жу. Не человек жужулица какая-то. На кухне с кофеваркой разговаривает с чайником. Холодильнику доброе утро желает. С телевизором весь день в диалоге. Ей надо было замуж выходить за гибрид телевизора с банкоматом. Недавно на ночь с сыром разговаривала. И, судя по всему, сыр ей отвечал. Недавно с семи утра не было, как зарет у меня надухом. Вставай скорее, это ужас! Я вскочил, думал, теракт. Она мне, дорогой, в Каракалпаке и сель. Что общего между мной в семь утра и селем в Каракалпаке? Страшнее мужики, чем когда она говорит, только когда она молчит. Вот честно. Она же тогда думать начинает, да. А это добром никогда не кончается. Неделю назад 30 минут молчала, потом такое выдала. Хочу заняться бизнесом. Как вам это нравится? Только не знаю, шоу-бизнесом, нефтяным, недвижимостью или стать моделью. Моделью вы видели? Пингвин-модель видели когда-нибудь? Я ей говорю, тебе недвижимостью нельзя заниматься, потому что ты не можешь заниматься собой. Задумалась опять. Вбегает через три часа. Глаза, глаза. Говорит, я поняла. Вот надо было три часа думать, чтобы до такого додуматься. Я поняла, почему смешарики толстые. Почему? Они съели телепузиков. И хохочет. Но самое страшное, мужики, что с недавних пор я ее слушать начал. Я теперь столько знаю. Ой, чем стринги отличаются от страст. Знаю, да. И что бывают зубы на присосках сигнализации. И что с точки зрения куриц, гриль это ад. Она мне это все на ночь рассказывает. Вот мне это надо знать на ночь. Начитается гламурных журналов за день, типа все для шкафа. И потом... Позавчера поведала мне на ночь. Зачем мне это надо на ночь? Что белье для тучных женщин, оказывается, испытывают в аэродинамической трубе. Кто ее просил мне об этом рассказывать перед сном? Мне потом такое снилось. В турбулентных потоках женские трусы-паруса летят на меня со скоростью звука. Все, хватит ее ждать. Она никогда вовремя за стол не садится. Все время туда-сюда. Извини, соль забыла, извини, хлеб не поставила. Памяти никакой, никакой. Недавно у меня вообще чуть башня не улетела. Дорогой, прости, забыла твой любимый кетчуп вовремя купить. Ну ты поешь так, а потом я за кетчупом сбегаю. Ты на ночь отдельно его съешь. Вы пробовали отдельно кетчуп есть когда-нибудь? Никакой памяти. Все, мужики, давайте за слабый пол. Заметьте, я не сказал за слабоумный. Не, хотя мог бы. На Пасху я ей говорю. Христос воскрес, она мне и тебе того же. Все, явилась. О, ненаглядная моя. Приговор мой пожизненный. Ласточка моя гламурная. Пингвин из группы здоровья. Давай, ставь свои пирожки целлюлитные. Все, мужики, врежем за наших дам. Потому что, потому что... А есть в них хорошие мужики, правда? А если бы их не было, благодаря тому, что они у нас есть, мужики, нам всегда есть за что выпить. И потом, мы бы без них недоразвитыми были. Не умели бы утаивать налоги. Не были бы столько раз в Турции. Вот я точняк бы не был столько раз в Турции. Не понимали бы, чем отличается апелляция от эпиляции. Кутикул от каллигулы. Какая губная помада подходит к кроссовкам. Вот я бы не знал. Я бы никогда без нее не узнал, что бывают трусы мужские зимние с начесом и утепленным носиком. Короче, поняли, мужики? То за нас с вами, за мужиков. Чтобы мы впредь развивались благодаря нашим аппетиткам, половинкам. Ведь я, если честно, благодаря своей счастливым стал. Да. А потому что я понял главное, что нужно мужику знать для счастья. Если не можешь иметь того, кого хочешь, научись хотеть того, кого имеешь. Вот за это и выпьем.